Это было традиционное совещание с правозащитниками, и такого никто не ожидал. Отвечая на возмущение одного из членов Совета, мол, иностранцы по трансляции смотрят, как голосуют россияне, и вообще могут сохранить лица, президент ответил, это ерунда, спецслужбы и не такое докладывают. Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране, причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос, вот это для себя зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Ну, мы такой вот объект очень большого интереса. Любопытно, интернет-пользователи тут же нашли на американском сайте госзакупок странный тендер. В ВВС США вдруг понадобились образцы РНК и синавиальной жидкости, проще говоря, суставной смазки 12 россиян. Причем отдельно сказано, образцы с Украины не принимают. Я думаю, что наш главный противник ищет наши уязвимые места и пытается к ним подобрать ключ. Это первое, о чем подумали российские эксперты. Реакция американских военных тоже была быстрой. В Пентагоне заявили, мол, просто исследуют опорно-двигательные аппараты. Ученым нужны контрольные образцы. А то, что предыдущие ткани оказались русскими, ну так получилось. В такие совпадения бывший участник комиссион по биооружию Игорь Никулин не верит. Летчики, у них много бывает, часто травмируются. Ну, у них там прыжки из парашютов и так далее. Появляется артрит коленного сустава. Ну, вот они этот исследуют артрит. Ну, тут же как бы можно две ситуации рассмотреть. Можно этот процесс замедлить, а можно его и ускорить. Впрочем, некоторые ученые сразу усомнились в выводах коллег. Подозрительно малое количество образцов ткани не дает представления о целом народе. Почему русские, а не украинцы? Ну, дурь, действительно. Разницы никакой нет. Вот. Никакого специфического русского артроза не бывает. И там когорта маленькая, там всего, по-моему, не грядюжная этих самых, значит, образцов нужно было. В общем, это такое очень рутинное, очень рядовое и довольно скучное, не очень продуманное по дизайну исследование. Так уж совпало, что в разгар обсуждения американских планов в Сочи прошла конференция по биобезопасности. Обсуждали необычное течение привычных болезней и искусственное выращивание, казалось бы, побежденных вирусов. Сегодня уровень научного, технического развития таков, что возможности работы с геном абсолютно реальны. И примеры, которые сегодня приводились по созданию, синтезированию и оживлению вируса ОСП лошадей, это сегодня реальный факт коммерческого предприятия, который не использовал никаких закрытых данных. Их использовались только открытые, опубликованные данные, на сегодняшний день доступные всем. А вот экс-глава Роспотребнадзора, ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко, решил не обсуждать, а действовать. Заговорил о законопроекте о биобезопасности и обвинил частные клиники в негласном изучении анализов и направлении результатов за рубеж. Больной пришел на обследование частной лаборатории с иностранным капиталом. Иностранным капиталом проводит эти исследования. Она тоже их проводит здесь, но куда она отправляет эти данные, в каком объеме она исследует. Кроме того, что я пришел, например, обследоваться. Мне говорят, вы сдаете общий анализ крови. Мне сделали общий анализ крови, но остальные анализы они могут продолжать делать на этой пробе и передо мной не отчитываться. Вот одна из таких клиник. Ежедневно в ее лабораторию поступают сотни пробег с анализами. Данные о каждом пациенте заносятся в базу и хранятся там. Руководство уверяет, на сторону ничего не уходит. Действующее законодательство Российской Федерации регулирует еще следующий вопрос. Компании, которые обладают персональными данными, они должны организовывать хранение этих персональных данных на территории Российской Федерации. С этой точки зрения у нас также все находится в рамках действующего законодательства. Поскольку все сервера, на которых хранятся все персональные данные наших пациентов, находятся на территории Российской Федерации. Сами пробирки после анализа содержимого хранятся неделю. Это на тот случай, если понадобятся дополнительные исследования, а потом уничтожаются. У биоматериала тоже есть срок годности. Вот таким вот образом выглядит хранилище биологического материала. Здесь непосредственно это образцы крови. В эту часть лаборатории отработанный материал поступает в больших желтых пакетах. Яркий цвет предупреждает об опасности. Внутри источники смертельных болезней. Все, кроме сибирской язвы, возбудителей холеры, чумы, лептоспироза. Все остальные обычные наши известные нам возбудители, в том числе и вирусы иммунодефицита человека, и вирусы гепатитов, и возбудители дезинтерии, сальмонеллезов, дифтерии, респираторных инфекций, кишечных инфекций. Это все относится к третьей, четвертой группе патогенности. То есть, если разбить такую пробирку, то это может оказаться смертельным для человека даже? Это может быть в каких-то случаях и смертельным. Уничтожение происходит в несколько этапов. Сначала емкость с пробирками держат в большой микроволновой печи. Далее пакет с содержимым измельчают до однородной массы, чтобы биоматериал случайно не попал в чужие руки. Дети могут поиграть в эти пробирочки. Ну или у кого-то появится желание вытряхнуть, допустим, содержимое, эти сгустки крови. Ну и использовать ее как солонку, условно говоря. Но даже отсюда можно выделить ДНК человека. То, что несет в себе память поколений и индивидуальные особенности личности. Человек может создавать человека с заданными характеристиками. Это может быть гениальный математик. Это может быть гениальный музыкант. Но может быть и военный. Человек, который может воевать без страха и без чувства сострадания и сожаления, и без боли. Пока же наука может только наблюдать за генами, а не вмешиваться в них, говорят в этой лаборатории. Вселить в простого человека геноматематика пока наука не в силах. Зато может подсказать, в каком направлении двигаться. Можно с помощью ДНК-тестов выявлять предрасположенности, но не к заболеваниям, а, например, к разным видам спорта. Московский спорт, например, рекомендует учитывать генетику ребенка при выборе той или иной спортивной секции. Чтение генома – занятие недешевое по сравнению с Европой или США. За океаном анализ составляющей человека стоит около 100 долларов. В России – почти 500. Но это не помеха для любопытных. Здесь в лаборатории идет расшифровка генома человека. Процесс довольно кропотливый и долгий. Занимает почти 4 месяца. С помощью этого теста можно узнать, каким болезням предрасположен человек, какие таланты он может себе проявить и какой национальности были его предки. Кроме того, капля слюны расскажет вам, чего стоит опасаться в будущем. Например, склонны вы к алкоголизму или наркомании. А вот выявить слабую сторону какого-то отдельного народа невозможно, говорят генетики. Тем и загадочнее выглядит американское исследование образцов. Те же самые русские с украинцами и русские с белорусами отличаются достаточно слабо. А если сравнивать, например, представители разных рас, то там генетические отличия будут более существенные. Но при этом, если говорить о абсолютных величинах, то все люди, вне зависимости от их расы, имеют примерно 99,9% сходных последовательности в нашем геноме. Поэтому в целом можно сказать, что все люди почти одинаковые. Генетик Олег Балановский считает, что в исследованиях заокеанских военных надо видеть не подвох, а подспорье. Например, в раскрытии уголовных дел. Это криминалистика для того, чтобы, обнаружив где-либо ДНК преступника, понять, с какой территории он, скорее всего, мог произойти. Это сужает круг поиска, например, в случаях серийных изнасилований. Но все может оказаться куда банальнее планов по созданию генетического оружия. Это говорят уже военные эксперты. Заокеанских коллег в погонах понять можно. Я могу привести массу примеров того, как американские корпорации ради выкачивания денег из бюджета запускали самые авантюрные и безумные проекты, на которых выбрасывались громадные деньги, а результат был пшик. Ничем для армии и огромными тратами для бюджета оказалось, например, создание летающего лазера для сбивания ракет или программа «Звездных войн». Но кто знает, каких высот достигнет генетика через годы и что можно будет сделать с добытым биоматериалом. Максим Красоткин, Сергей Вербецкий, Максим Дорохов и Елена Воротилова. Программа «Вместе». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова А.Егорова